Музыка С нами приехало 8 ребят с местного отделения Кингисепского района, ЮНАРМИИ. Ребята приехали с целью также изучения фратификационных сооружений и все объяснили, как это будет, какая программа, и ребята должны получить навыки и по приезду должны писать нам даже сочинения. Мы обязали это сделать, чтобы разместить все в постах, сделать красиво. АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! Привет! Ждем, не дождемся! Привет, ребят! Ее выжило! Все, кто в этом лагере на этой территории будет присутствовать, все единая команда. Все поняли, куда прибыли, да? Само участие в этом мероприятии уже имеет значение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый! Ух! Галузов протошенье! Вед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы рады вас приветствовать на открытии второго этапа экспедиции «Страна Рифов». Наша цель – открытие новых функционных сооружений в время Второй Отечественной войны. Мы проведемся с вами в историю. Этот район буквально напичкан фрагментом Великой Отечественной войны. Это и оружие, и личные вещи бойцов. Наш труд не пропадет зря. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищи студенты и молодое подрастающее поколение мусор. Я рад вас приветствовать. Хочу присоединиться к словам руководителей экспедиции и от себя добавить, от кафедры военной Московского технологического университета мира, что мы на первом этапе, не мы, но есть среди нас товарищи, которые были на первом этапе, они вскрыли очень много интересной информации. Нам эту информацию нужно расширить и донести эту информацию, как уже сказал руководитель, до наших поколений и будущих поколений. Эти истории должны гордиться не только историей, но и нашей страной, и донести эту историю до наших будущих поколений. Наша организация ДОСА всегда готова помочь и принять участие в таких мероприятиях, так как стереотическое направление является одним из самых приоритетных направлений нашего государства. Так что желаю вам удачи. Спасибо, что все приняли участие. Дети прошли отбор. Да, тоже не все могли приехать. Так что спасибо. Флаги поднять! Все crianças делайте свои места! Вот так вот, поехали! Хорошее дело делают ребята. История, опять же, уборка дотов. И, кроме того, наверное, больше информации по войне есть по южным фронтам, бои с немцами. А все, что касается Эстонии, Финляндии, информации практически нет вообще. Я думаю, что многие даже узнав о том, что здесь была линия обороны, какая-то потеряется, если не убираете местных жителей, понятно, что местных жителей нет. Поэтому, хорошее дело. В чем заключается суть экспедиции? Ну, основной функцией и задачей экспедиции, естественно, является формирование национального самосознания наших ребят, патриотических чувств, восстановление истории, позабытых и не до конца освещенных исторических фактов. И, естественно, поиском и паспортизацией классификационных объектов в Второй мировой и Великой Отечественной войне. Мы сотрудничаем совместно с экспозиционным центром Министерства обороны. Сходный отряд волонтеров нашего Испольского государственного технологического университета занимается сбором исторических сведений по ветеранам, оставшихся в жилях еще, по детям, узникам, локальникам. Мы ездим к ним с интервью, собираем интересные истории и планируем в будущем выпустить альманах совместно с историком-местным приорядом Вадимом Вадимовичем Арестовым, который соберет в себе самые интересные и освещенные истории. Нами были обнаружены в ходе первой экспедиции три огневые точки, например, на примере этого лота. Он был обнаружен нами, зафиксирован. Мы приехали, измерили его, нанесли все координаты его на карту. Были составлены схемы и чертежи данного лота. И в последующем материал будет направлен в экспедиционный центр Министерства обороны. Он появляется на карте линии обороны. Во-вторых, в будущем ему присваивается звание или присваивается объекта культурного и исторического наследия. Расскажите, пожалуйста, ребят в экспедицию как-то специально подбирали, готовили или это вообще случайно будет? Нет, во-первых, желающих у нас попасть в экспедицию довольно-таки большое количество. Мы собираем, проводим инфетирование, предоставляют все свои данные, во-первых. Ну и, наверное, быть позитивным, светлым, добрым, открытым и готовым к новым приключениям в какими-то нестандартных ситуациях. Потому что все-таки природа Финского залива – это великая стихия, здесь может случиться что угодно. Я думаю, что на третьем этапе эта экспедиция наша деятельность не завершится. Мы продолжим поиски, по описаниям партификационных объектов. И я думаю, что со временем это еще вырастет в довольно-таки масштабный проект. Мы находимся с вами на Мельничном ручье, близ деревни Писплова, на территории бывшей Иргамонландии. Еще по-другому ее называют Ижорская земля. Это территория, которая простирается на части современной Ленинградской области и занимает юг Карельского перешейка и полосу Финского залива Лавати до Наробы. Данный мемориал посвящен Юле Пантелея, знаменитому капитану дальнего плавания парусного флота России, Франции и Англии, который в последующем вернулся на родину. Он был мельником. Во времена войны продолжил свою деятельность и помогал чем мог мукой, хлебом местным жителям. В возрасте 91 года он был расплелем фашистским. Также рядом с стеллой, посвященной мельнику Юле Пантелея, расположен мемориал, который посвящен капитанам дальнего плавания, братьям Андрею и Ивану Пойвену. Это два брата, которые в детстве дали дедушку Юле, были с ним дружны и в последующем продолжили его деятельность и стали капитанами дальнего плавания. Редактор субтитров А.Семкин